сейчас пошел град проведем тест насколько устойчивая крыша крыша сейчас посмотрим что тут происходит какой-то чп у нас случилось 3 сегодня позвонила на малина с ловой и пригласила нас и и и меня и у меня сходить развлечься немножко ну как развлечься на просто попухать короче немножко посидеть в общем ребята пиздюк этот собрался уже уезжать уже реально собрался уезжать собрал собрался реально уезжать уже думал что не дождется думал что ну его нахуй поеду поеду поеду-ка я лучше так куда-нибудь добрый здорово братан как дела не так я думаю что за хуйня такая вот тема у нас разрела мы сейчас находимся в кафе ну пока что не буду говорить как он тут такая вот значит коньяк автомар он стоит за 50 грамм рубль двадцать у нас истинный бармен эксперт и как бы он утверждает что такого он быть не может то есть мы посчитали бутылка 0 7 или 0 5 0 7 0 7 стоит по этим ценам 160 тысяч а в магазинах она ну где-то приблизительно около миллиона приблизительно и никто не понимает что так ладно денис на все мне к тебе есть пару вопросов какую опорку ты попадешь сегодня сегодня вообще как бы рассчитываешь попасть не собирается на в покер девочки у меня к тебе тоже есть вопрос в какую опорку ты сегодня за денисом пойдешь за поздняком сегодня вообще хочу там с комитетом твоим спецнему боем а ты решился цифровой пружби только решил мне даже самому интересно понятно большого града не получилось но было интересно да персонал немножко ошибся и принес вместо шампанское вино мы его выручили заре типа ну так уж и быть ладно ну ладно это ерунда самая пиздец это то что принесли тарелки какие-то новое кафе сегодня открытие нам приносит короче такие вот тарелки мне понравились такие вот такие вообще бэушные жестко-бэушные они не то что бэушные они воняют реально воняют на куфре и ухаживают что камера нет вот еще стивы не смотрят ну че-то я да значит тарелки бэушные ну реально бэушные ну пока что вроде все нормально посмотрел что там записываются видите как вовка рассматривает уже все уже про коньяк рассказываем только что значит поинтересовались у официантки что это за прикол такой с коньяком нам сказали то что это все белорусское на ёбчике блять то что то что армянского тут нет хотя это и есть но армянский коньяк на ёбчике но сказали это все белорусское вот и весь фокус короче алина отказалась от своей тарелки уже короче и хотят сегодня напоить меня в материке значит еще раз выбрали тот день когда мне лично мне надо ехать 4 утра и говорят поехали матери говорят все-таки заставили сегодня забухать суки суки ебаные уже сказаны уже заказали такси все все и суки приехали гуляли наконец-таки идем домой все волоса давай вот так было противно вставать на самом деле ну да ладно это все ерунда в животе как гида расъел сейчас прогреваюсь и выезжаю уже в аэропорту у нас эти свекодинаковые кепки чё за хуйня слишком рано приехали здесь вот перевес нормально здесь вот перевес все пусто мы короче первые я на входе гаишник немножко затормозил но у меня проблемы с техосмотром и он говорит мне почему нет техосмотра я говорю ну вот так вот нету и все и он такой давай отсюда чтобы здесь больше не везло еще раз увижу форму я понял шеф и уезжаю такой насмешили шутки умеем что с юмористами едешь а мы кого беля ждать слышь как шутим на самом деле серьезно серьезно да ладно хватит тебе пить дай попить хорош рассказываю по быстренькому историю еду значит с аэропорта становились там где привокзальная площадь там где цены такие берут сестру немножко провожали ну регистрацию и у нее просто был немножко перегруз и мы думали если ну будет перегруз то просто заберем с собой там кое какие вещи ну шампанское у перегруз на ее пропустили ну я блять проебался мне дали 20 минут чтобы я успел ну типа съебать отсюда короче и шампанского не выпил и штраф 100 тыс дали на 10 рублей за стоянку опоздал на две минуты все скотинку привез давай там вичку ну ладно вичку привез ее метрополитен этот не хуёвый этот эту гости гостиницу это открывая потихоньку не расскажешь какого хера так рада пригорлась она с шести работа конечно правильно будь самостоятельный все сейчас сейчас с синкой попрощаюсь наконец-таки и поеду дальше то усеять то он с аманса пошли а ты куда жмельные живут все вичка эх кепки эти мешают не судьба видно по натуре слышишь 1 ну-ка давай забирай банан свой хуение блять оставлять свои памятки все вичка давай сможешь пока пока это же санаторий это же мы в геленджик приехали да нормально совик давай свобода наконец-таки нахуй поехали братва братва на стволах какая-то подъехала ну шо сказать пизда паштету пойду попить как это что где мои бабки нахуй я тебе суха звоню на все номера нахуй не поднимаешь я блять прошу этого хондона номер этот нахуй мне скидывает какой-то левак ебучий гомоса гомоса андрея да скидывает я блять петерку себе покупаю восстанавливаю телефон и у меня тут номер твой записан блять я слышу что я уехал я уехал можно я сам себя сниму пожалуйста не 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 сам себя я тебя сам сниму нет для влога без базара переверни эту херню да конечно смотри ну типа ладно держи ладно короче ща будет анекдот анекдот в натуре еду я такой и думаю а че бы мне кофе не попить проехал наверное километров 70 следующий населенный пункт у нас это березино мы там остановимся нам надо заехать в деревню называется краснополье там надо дело одно решить Димон пошел курить а я пока что займусь обедом есть такое в смысле а ты куда Димон говорит пойду вопросы порешаю забери пакетик малой хорошо Димон соскучилась тут тебя обижают да в общем просто оставим это здесь на арм долбайок ну да я ну и шо ну и шо ну и шо ну да ну да ну да закрути ему ебальник пока я это не сделал нахуй не все со мной пиво и блять дынчик этого хватает с нами Иисус с нами Иисус нам похуй на тебя на жигу поцикет это интересная история Ангелина скажи нам первый раз в жизни увидимся это Паша Богданова девушка новая пизде послушай Ангелина так а Милена твоя подруга или нет? нет она ее не знает не знает блять стройно да ладно да стоп попрошу на стол пути пути какие поросятки Вичка а что ты на меня так смотришь? надавали там целые пакеты мяса все отправил сестру приехала домой честно сейчас только сколько сейчас время только 12.05 но я с 4.30 за рулем и у меня такое чувство что уже где-то ну часов 5 вечера 6 ну то есть это так выматывает и так теряешься во времени жестко но в общем все я приехал пойду спать доброту от традиций нельзя нарушать нахуй Паша ладно где вы взяли это? в Минске в Минске базарю дорожная служба работает день и ночь всерьез дорожная служба должна работать всегда просто возьми его возьми его а это мы с Кириллом там на знаке если строительные работы надо поместить он дорог значит обращайтесь к нам 8025 707 50 60 подними 8029 1 4 8 240 дорожная служба обращайтесь к нам дороже eed смотри дом uli тут тому сильная недоположная Субтитры сделал DimaTorzok